Будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью. И будут просить у пророка ведения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князя облечутся в ужас. И у народа земли будут дрожать руки. «Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнает, что я Господь». Это из Иезекииля, 7 глава, 3 последних вершина. «По судам их поступлю с ними». По каким судам? Ну, как мы, видносимся друг за друга, да? Как мы судим друг друга, так и с нами будет поступать. Поэтому не судите никого никак, прежде времени, да? Судящий другого делает то же самое. Поистине знаем, что есть суд Божий на все дела человека. Временно написано. Другая глава, 1 верша. «Не судите». А тут скажет, «По судам их поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнает, что я Господь». То есть по путям и по судам их. И кем и судить? Людей, да? Тогда, подъясняя человека в деле, руки его разве не везутся по черемии. То есть по 1 верша. Ибо не на век оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. А почему? Но когда попирают ногами своими всех узникам земли, люди находятся в узлах неправды и греха. А люди их попирают, то есть судят их. Они их рассуждают, осуждают. Вот бачи, какие-то, какие-то, какие-то. И понятно, что там ничего другого быть не может. Потому что попередники посеяли. Кажут, отцы грешили, их уже нет. Но наказание за их беззаконие мы несем на себе. Потому что мы не под грехом, да? Мы уже не несем этого. Но мы маем борьбу с чем? С тем, что в плоти нашей, да? И чтобы мы имели последовательную победу, нам надо жить по духу. И мы не будем исполнять возделение плоти. Потому что там ничего хорошего не живет. Что нам предано по плоти из попередников? Генетично у нас взошло то, что были наши попередники. И поэтому благословение проклятия, да? От Господа. А почему проклятие? Потому что Бог наказывающий отцов в детях до третьих, четвертого рода, да? Батьки грешили, их уже нет. А наказание за их беззаконие. Потому что там написано, что дети ели. Отцы ели кислые винограды, у детей оскомлено. Мы еще не будем говорить. Ну да, потому что Господь изгладил грех всей земли в один день, да? И кто идет под покров Божий, принимает Иисуса Христа верою, то есть он же под благодатью. Но это не значит, что он вышел из плоти, да? И все равно находится в оплоти, да? И мы что, я говорю, что познавая истину, мы получили что? Истинную свободу. И чего? Я говорю, что я говорю, что яблоко недалеко от яблонки падает. И там написано, что если он делает что-нибудь из того, что отец сегодня делал совсем, то это очень плохо. Потому что батьки его не делали, а он это делает, это весьма плохо, да? Кажется, не передвигай межи древние, да? То есть не делай то, что батьки твои не делали. А есть моменты, когда патология. Батьки делали, и сейчас дети повторяют то, что делали батьки. Хотя мы имеем выбор, да? У нас есть душа, и мы можем делать или не делать. Но не делать очень трудно, потому что у нас покусы есть, да? Определенный возраст человек приходит, батько пьянится, дивится, и уже с сыном разом пьют, да? Батько злодей в перми сидит, дивится, и сын злодей в перми сидит. Но если сын твердо положил сердце своему не идти по следам батька, да, то ему нужно, чтобы прикладывать усилия, чтобы не исполнять то, что в плоти, потому что это на душу, да? Но он собий решил твердо, да, и не делать этого. Он может этого не делать? Может, но ему непросто, да? Но надо твердо мать решение. Если твердо решения нет в сердце, то он однажды попробовал алкоголь, и он быстренько до этого пристрастился. Не так, как другие, попробовал и оставил, потому что батьки твого не были, в зависимости от того. Он попробовал себе и оставил, а ты попробовал и оставился там. Почему? Или есть определенные грехи проклятки, да? Или поклонство, ворожба, или мы не были поклонниками, но мы там, ну, как, не были наши, были попередники. Нас просто тянут туда, как не до тех идолей, которые там раньше были там намалеваны, там, че еще что-то, а мы зараз другие идоли, да? И нас до них тянут, как магнитом. Почему? Потому что нам постоянно надо, чтобы плоть порабощать, чтобы нам не исполнять возделение Ии, да? То есть вот, и увидела Ева, что дерево возделено, да? Почему? Потому что дает знания. И брала от него, и ела, дала мужу. То есть возделено, то есть похоть плоти, похоть очей и гордость житей. То есть мы бачим, завидуем, хочем, божаем, стремимся, питание, ну, смирися, если оно тебе требовало, Господь, тебе даст свое время, да? Но сначала освободиться от этой похоти. Но часто мы, когда идем за похотями, то потом уже нам бесполезно что-то говорить. Потом мы попадаем в проблему, и мы думаем, почему это так Бог зробил, да? Ну, не Бог это робил, это мы проданы греху. И не Бог это робил, это мы робили. И дав людям добрую волю, да? Избирать или отвергать. И как Господь до людей говорил, чи нет? Говорил я через совесть. То есть через совесть Господь говорит до людей. Но мы приступали к совестью, шли так, как мы понимали, хотели, и вот понаживали себе кучу проблем. И думали, мы будем лучше, как наши батьки, а следующее, хуже, как наши батьки, да? Потому что мы думали, мы сами жизнь свою сможем устроить. Но мы запутались, попали в сеть диявись. И вот Господь в лице Иисуса Христа помиловал нас и достав все из сети. Диявольское, да? И кое он нас натягнул куда? В ад. А потом суд. Мы помилованы, да? Не по делам нашим, с нами поступил Господь, а по великой своей милости, да? И избавим нас от сети диявольской. И вот мы уловлены теперь в сеть Божья. Тоже сеть. То есть мы не можем где-то быть, и не там, и не там. Мы где-то будем, да? Или мы будем в сети диявольской, или в сети Божьей. И мы, Божья сеть нас тянет куда? Ну, она тянет нас в рай, в личное життя, да? Еще написано, что там переберут, вытянуть сети, да? Их что там, сделают? И рыба, которая там попала в сеть, ее переберут. Хорошую соберут в сосуды, а поганую выкинуть вон, да? Мне кажется, соберутся перед ним все народы. И делится, как пасы, делят овец от козлов. И овец поставят по правую, а козлов по левую. И скажут, тем, что по правую, вы идите благословенными, наследуйте царство отца, так и готово вам началось создание. А другим, скажите, проклятый вогонь вечный. И думаю, как это так? А вон и скажут там. И вот. Протаемся за то, не судите, да не судим и будете. Да, и вот мы это им читаем, когда. Но когда попирает ногами своими всех узников земли, то есть, когда неправедно судят человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Ну и что с нами дальше происходит? И мы так поступаем, да? Что с нами происходит дальше? Дальше написано. Кто это говорит? И то бывающему Господь не поверил быть. Случайно, да? Вот Ахав забирает виноградик на Уфея, притесняет его, да? Он говорит, что он печален царь, да? Он говорит, что виноградик на Уфея не хочет продать мне. Он говорит, как-то не вопрос. Я сделаю. Дай мне власть и я это сделаю. Дай душе нашу власть, и она от против такого не делает. Но мы не должны давать плоти место, да? Мы должны жить по духу. И мы должны разбираться, да? В чем? Хорошо или это плохо? И душа часто провоцирует нас. Но у нас есть совесть в Духе Святом, которая нам свидетельствует, святая Слово Божие, что это неправильно судить кого-то, да? И мы, ну а что неправильно судить? Мы же видим, это воспаляет круг жизни, язык наш начинает говорить, то не так, то не так, и как и он, так и мы. Это мы делаем каждый день. Мы можем это делать, да? Но вопрос в том, что мы невежды верим, мы не понимаем, что мы делаем на свою голову. И поэтому, а как, все не работать? Только противоставу. То есть, надо противоставить. Что-то суду надо противоставить. Что можно суду противоставить? Милость. Милость. Только милость, да? Значит, сюда есть противо... Мы можем противодействовать чем-то, или есть противоядие всякого яда, да? Есть противоядие. И оттого есть... От... У суда есть противоядие, милосердие. Суд без милостей, не казавшему милостей, милость превозносится над судом. То есть хочешь рассудить человека, помилуй сначала, поддерживай его, покривай его недостатки, заступить за него. А потом, если он не меняется, не каяться, он уже источится, будешь он судить. Но потом уже не судится, потому что если ты вкладывал человека, помолился за него хотя бы, прибыл с ним на пастях, то тебе уже шкода его судить на борщу, за него что? Заступается, потому что ты в него что-то вложил, и там же твоя часть, и тебе уже его шкода. И мы уже там, иногда берем людей, тягнем, как чемодан, но без ручки. И кинуть, шкода, и тянуть тяжко его. Ну, есть такие люди, которые уже много раз были на Доме Милосердия, они все равно ходят, мы все их принимаем. Почему Дом Милосердия? Потому что не по делам, как реабилитационный центр. Реабилитационный центр, значит, их реабилитируют, значит, они их неправильно осудили. Реабилитация кому нужна? Незаконно осужденному. А мы законно осуждены были? Да. Мы были законно осуждены, потому что мы попали в Севердий, и нас помиловали. И Дом Милосердия, там доказывают человеку милости, независимо от его дела. И Христос сказал, идите, научите, что значит милости хочу. И вот они не понимали, что такое милость. Вот им не заходило, почему? Что закон запрещал там то, то, то конкретно. Да, закон указывал, что все, что делать не можно. И вот они настолько были захвачены законом, что они не понимали милосердия. Они готовы были убить человека, если он не заходит в рамки их понимания. Господь заходит в наши рамки, чи нет? Он не может заходить в рамки, да? Он вне рамок. И поэтому действия Господа в жизни нашей, чи в жизни этих людей, нам непонятны. Но мы можем это, как, ну непонятны нашим простым умом, или простой нашей натурой, нам непонятны действия Господа. Но мы можем их понять, как? По Духу. Потому что Бог смотрит у нас по своему образу и подобию, да? Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе Истины. Значит, мы вчера говорили за эту тему, да? То есть поступайте по Духу, и вы не будете исполнять в ожилении плоти. Значит, ибо суд безмилочный, не казавшему милости. То есть мы ходим в свете Слово Божие, мы читаем Слово Божие, мы понимаем, что мы уже кое-то осуждаем. Мы вот говорим, и я уже чувствую, что ну сейчас поговорим, и опять мне будет потом плохо. Я уже не хочу так. Я уже говорю, братцы, или я сначала там уклоняюсь от них, или я начинаю говорить, братцы, мы осуждаем человека, давайте лучше помолимся за него. Давайте попросим у Бога милости для него, да? Может, Бог его помилит, может, это же не грех смерти. То есть, и вот это практически мы можем научиться не участвовать, да? В делах злих, потому что суд, это дело Божие, оно не наше. И разом с этим мы себе, оказывая милость человеку, мы себе что? Обезопасили. И только помолимся за человека. Дальше, нет, про что говорить. Вот вы, ну, наблюдали, может, такие моменты, вот мы говорим за кого-то, и встали помолились за него, и уже не мажь про что говорить. Я это переживаю на один раз, что там, ну, кого-то осуждают, за кого-то говорится, и наверх кто-то предложил, там, давайте помолимся за него, да? Помолились за человека, и так вот сидим дальше. Не заменять тему, потому что это уже не тема для разговора. Она втратила что? Свою сущность, потому что мы оказали милость, и дальше уже не судится. Так или нет? Значит, мы, когда видим недостатки людей, мы должны их, что, научиться покрывать. То есть, ну, вот есть натура человека, которая ничего не видит хорошего в людях, только один негатив, да? Мы понимаем, мы маем какие-то там понимания чего-то, ну, свои, и в свете этого понимания своего, мы вот человека определяем, что сущность его, вот он негодяй. Почему? Потому что он делает негодные дела. А батька его кто был? Тоже негодяй. А дит его кто был? Тоже это самое делает негодяй, да? Интересно. А прадит тоже делает все. То есть, многие, да, в поколениях, да? В поколениях, то есть, курил, и дальше все курят, да? Вот все курят. То есть, сквернословы. И в поколениях, а в сквике, в каких поколениях, в сквике он уже укоренен, а в сквике все укоренны все в человеке, да? Человек родился уже под грехом, да? А Бог все хочет помиловать. И вот я покаюся, покаюся, да? Но при любой спокойствии мне, я матюкаюсь в душе, например. А иногда может и выйти на уста что-то, да? Как это так? Человек не развязанный. Иди тебя развяжите. Вот надо с человеком поговорить. А когда ты начал матюкаться? Когда воно тебе захотелось матюкаться? Когда ты побачил друга, и от тебе от в сердце ты этого пожелал? Я честно говорю, ну, чтобы человек получил свободу, надо судить грех в себе. Потому что без осознания не может быть освобождение. Если ты не понимаешь, что это плохо, да? Что-то мы понимаем, а что-то мы не понимаем. Мы не понимаем, что судить это плохо. Мы судим и считаем, что это нормально, да? Но только в свитке Слова Божьего мы понимаем, что суд это неправильно. То есть милость это лучше, чем суд, да? Потому что один праведный судья – это Бог, потому что он знает попередников твоих и тебя знает, да? И если твои попередники этого не делали, что ты делаешь, это весьма плохо. Весьма плохо. Если родился у него сын и делает что-нибудь из того, что отец его не делал совсем, это весьма плохо. Но если он делает то, что его батька делает, ну, понятно, патология, да? Воно в плоти у человека есть, воно передается характер. И вот мы характерны тому, что сделали наши попередники. И вот у нас есть определенные черты, да? Черты лица, черты характера, да? И за всеми чертами стоят духи. Чистые и нечистые. Хорошие привычки есть и плохие привычки, да? И оно рисует нашу физиологию. То есть человека можно определить даже по внешнему виду, да? Если это наркоман, мы бачим, ну, есть люди, которые умеют разделять. Почему? Кто самый большой может определить наркомана? Наркоман. Наркоман, да? Кто может быстрее определить пьяницу? Пьяница. Кто может определить вора? Вор. Почему? Потому что, как же, рыбак рыбака видит издалека, да? И кто самый больший может осудить вора? Вор. Когда, который уже перестал красить, скажем, да? Или, например, он же того не делает, но он хорошо видит таких людей. Почему? Потому что оно его в плоти. И он их судит. Не понимает, что судья их, он осуждает себя. Потому что он таки самый. Ну, я уже не делаю этого. Но в плоти оно у меня есть. Почему? Потому что оно меня вызывает. Что-то вызывает в меня, да? И вот нас вызывает. То есть, ну, поведение людей нас дуже вызывает, да? Вызывает в нас негодование, недовольство, ропот на таких людей. А мы же не понимаем, что мы таки сами? Чи понимаем? Нет. В большинстве случаев мы сегодня не понимаем. Потому что это понимание приходит только через Слово Божие. Когда в Слове Божие написано, что судья еще другого делает то же самое, то только там я понимаю, что осуждая друга, я делаю то же самое. Но душа моя, мой ум плотский, он не соглашается с этим. Как это так? Осуждая человека за неправильное поведение, да? Как осуждаю? То есть оно в мене вызывает, да? Что-то вызывает. Вызывает то, что в моей плоти есть. И моя реакция, болезненная на неправильные поступки людей, говорит о том, что я больной. А больного надо лечить. Да? И Довид говорит, смерть тому человеку, как ты тот человек. Конечно, если бы Давид все знали, он бы этого никогда не сделал. Но он не пободрствовал. Иисусу осудил человека, когда ему рассказали притчу, и он осудил человека, которым являлся сам. И это вызвало в него негодование на этого человека, когда ему пророк рассказал. И от нас иногда, так ты что, как он мог? Я вообще не понимаю. Вот именно, ты не понимаешь, как он мог, потому что ты ничего еще не понимаешь, так как надо понимать. Но кто любит Бога, тому дано понимание от него. А кто любит Бога? Той, кто поступает по заповеди. А что заповеди? А заповедь говорит, не судите никого. Никак. А как не судите, если мне судится? Поступай по милостям, противостань суду милостям, ибо суд без милостям, не казавшему милостям, милостям превозносится на судом. Слава Богу! Я его читал, цей стих, много раз. Он не понимал, он даже он запутается. Правильно сказать, как это суд без милостям, никазавшему милостям, милостям mercado смтояние на судом. Я тяжело выучить. А теперь мне учить не надо. Почему? Потому что оно, это слово в моем сердце. Я его туда попала. Это семя, которое сидится в сердце, и когда оно попало в сердце, я пытался понять, а в чем тут надо говорить? Суд без милостям, никазавшему милостям, милостям развозносится на судом. Я не понимал всего слова, пока я не начал слово практиковать. Что такое милость? Милость это не судить человека, а оказать ему милость. Человек законно осужденный. Ему надо дать 15 лет. От меня зависит. Посадить его в темницу и он меня обокрав. Сдать его или помиловать. Он попал в мои руки. Он против меня согрешил. Что с ним делать? В темницу. В темницу такого. Я готов в темницу. Суд без милости не казался милости. Помилуй человека. Но им причины мне боль. Я в нем пострадал. Плоть кричит в темницу. Душа скажет. Ну да, надо в темницу. Есть закон. Надо в темницу. Тебе больно то, что он тебе зробил. Надо его наказать. За ту боль, которую ты маешь. В темницу его. А Христос скажет. Я пострадал от вас же. Чтобы вас помиловать. А ты вот в темницу тянешь. Помилуй его. И вот он в моей власти. Я его милую. Ради кого? Ради Христа. Только ради него. Я отпускаю. Свободен. Ты мне ничего не должен. Я тебя выкупаю. Я прошу его не судить. Я прощаю ему. Все. Он был в моей власти. Я его отпустил. Отпустил человека. Он попал в другой раз. Ну, уже. Выбачай. Иди в Крыму, например. Ей, в другой раз можно прощать такого. Почему? Потому что через милость я получил что? Свободу. Я даже не понял. Какой числый самый грех. Який в мене, в крови, в плоти, по родам и поколениям. Это суд. Наша плоть в нас что? В нас судить. Евреи мали закон. А мы маем что? Плоть. Неправильно. Кто тебе сказал, что неправильно? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе вкушать? Не ел ты? Да, да, Ев. И я по наследству получил всю природу. Ева согрешила. И я по наследству, ну, моя душа получила всю природу. Это естественно. Мы судим. Язык неудержимое зло. Он, будучи воспаляем от гиены. А где гиена? Плоть наша, это и есть гиена. Будучи плоти воспаляем, запалив круг жизни. Люди, которые около меня, я говорю, он вот такой-всякий. Почему? Бо я его так бачу. А ты правильно бачишь? Ну да. А что, неправильно? Я считаю, вот так, вот так, вот так он поступил. Смерть ему все. Смерть ему. И вам тоже. Всем. Как это? Ну вот так это. Потому что вы все под грехом. И вы не понимаете, что вы делаете. И когда ты в светле Слово Божие начинаешь это понимать, ты приходишь в страх. Ты хочешь быть помилованным? Да. Хочешь быть помилованным. Так милуй людей. Когда? Когда попалишь в спокусство, когда языком говоришь, когда принимаешь поношение на ближнего, когда видишь недостатки людей, они тебя запаливают. Да? Я вообще не понимаю. Я не понимаю. Правильно, не понимаешь. Как же понять? Суд без милости не оказал милость, да? Если враг твой голоден, отрави его. Нет. Нет. Такая мысль приходит. Ну, это мысль какая? Плоская. Это неправильная мысль. А ей надо противостоять. Ну, моя природа, каже, отрави его. Она говорит, нет, дай. Это, что лучше тебе. Ты, что ты любишь. Дай ему. Иди на базар, купи ему. Домашние колбаски. Московские, бендеровские. Купи то, что ты любишь, то, что лучше. Дай ему. Кому? Другу, да. Маме, да. Она меня любит. Она за мной заботит. Я ее люблю. Кому? А врагу своему купить? Нет. Ливерной. Могу еще купить. А то, что лучше. И вот, когда мы заповедь исполняем. То есть, мы согласились, что надо что-то дать. И мы начинаем надавать человеку. А что ты даешь? Грязный, непостиранный, непоглаженный. Что ты даешь человеку? Люби ближнего, как самого себя. Как Господа. Да, полюби. Ты Господу так дал бы? Нет. Так Господь, пастырь мой, Господь мой друг, спаситель мой, да. Он меня милый, прощает. Слава Богу. Правда? Ну, он хочет, чтобы ты тоже так поступал. По отношению к врагу. Почему? Потому что мы все были его врагами. Мы что, привели на хрест? Мы его оболгали? Мы его распяли? Нет. Мы бы так не поступили. Наверное, хуже. Если вы так думаете, что не поступили. Наверное, хуже поступили. Если ваши отцы вбивали, распинали праведника, а вы им храмы строите, да. Как это так может быть? Поэтому суд – это очень опасная речь. С языком связанным. Мы по природе язычники, да. Мы из Божьего народа. То есть наша природа греховная. Но и язычники тоже поступали по закону. И потом они будут осуждены. Можем порассуждать. Иначе… И вот люди, которые много вопросов задают, после того, что мы прослушали, и понимают, какие вопросы. То есть один вопрос – как справиться с собой? Как не участвовать в злых делах? Как не принимать поношения? Как не клеветать языком своим? Как не ябедничать? Как не научничать? Ну, как это все? Если у меня природа такая. Хорошо, как у тебя характера нет. Не радуйся. Родители потрудились. Я вчера был в общении. Там один человек говорит, что я никогда людям не завидовал. Вот не помню. Может, где-то из завидовка. Но я не помню. Я говорю, это не твоя заслуга. Не понял. Это не моя заслуга. Ты что? Это же я такой хороший. Я говорю, попередники потрудились, чтобы ты не был таким. И ты уже родился в этой природе, в тебе его нет в крови, от этой зависти. А ты не знаешь, как люди страдают от этой зависти, потому что батьки передали им эти проклятки, потому что они ворожби, в колдовстве там были, и по наследству им досталось. Но они же… не хотели этого, но они родились в этом, правда? Их никто не питал. Они просто родились в этой природе. И мучаются с завистью, за бедой мучаются, с ненавистью, с злобой мучаются, постоянно клевещают языком, обижают. Куча патологий. И им надо столько трудиться, чтобы это все изменить в жизни своей. Но это великий труд, который вознаградится от Господа. Они много страдают, но много получат. А мы смотрим, а они говорят, о-о-о, видно, что все попало. Наверное, вот пойдем. Приходят, что он в раю, и на хорошем месте, и на хорошем положении. Как же так? А я уверен был, что мне надо, потому что я в жизни был правильным человеком, положительным, ну это не твоя заслуга, родители твои потрудились, попередники, и ты просто наследовал их природу, характер, да. А ведь такую природу наследовало, ему много бороться надо, но и награда соответственно будет. Справедливо будет, или нет? Так. А люди так понимают, или нет? Они понимают, как они понимают. Я никогда никого не осуждал, я никогда никому не осуждал, я никогда никому не осуждал, я не понимаю даже, что это такое. сжога. Моя жинка не понимает, что такое сжога. Где это? Где-то там. Как ей рассказать, что такое сжога, если она не холодная, но она сильно страдала. Но я не понимаю, что из друга, что она мне там рассказывает, на свои болячки, что это просто. Ну, сделай вот так, или это, давай при таблетке, давай помолимся, и все решим, то и все. Голова болит, и не проходит, да? Но не болит голова, слава Богу. И изредка. Но почему люди страдают мигренями? Потому что на то есть причина тоже. И там и лекарства от этого. Мигрени часто бывают в тех, которые определенные поступки делают в жизни неправильные. Мигрени, они любят осуждать начальствующих, власти. Поэтому у них голова часто болит. Но это их природа, они ведь батьки наследовали эту природу, да? Постоянно осуждать всех жителей и тому подобное. Ну, есть такая, как говорят люди. И дети их слушают, и то же самое делают, потому что, вопротив, это самая природа. Они понимают, что батьки неправильно делают, осуждают батьков, а потом делают то же самое, когда вырастают. Да? Может так быть? И кто немножко прожил, ты понимаешь, он не только может быть, так и есть. «Бедный есть человек, кто мне избавится от своего тела греха и смерти? Благодарю Бога моего, Иисусу Хрицом, Господу моим. Иисусу Хрицом, потому что, поступая по духу, я не исполняю в ожидании плоти. Он так просто взял и поступил, по духу. Так просто? Нет? Непросто. Бывает так непросто. Бывает настолько укоренённые, какие-то моменты, настолько болезнь страшная, настолько тяжело это сделать. И он мне говорит, я хочу его проклясть. Я смотрю на него, я понимаю, но слава Богу, что у меня такого не было. Я так хотел человека убить, и он ходит в больницу, а его забить надо. Он ходит, и он просто больный человек, а потом этого нет. Думаю, слава Богу, что я не наследовал такую природу. Но он выберет вот это, и он будет иметь благословение. Великое, огромное. И он будет награду получать, когда придут, и я говорю, Господи, я этого никогда не делал, мне наверное, ну мне раз тупеньку кинули только, а то мы сделали одно золото дали. Господи, несправедливо, почему? Потому что, сынок, он боролся, он же этого не делал, но он по природе, это он следует своих попередникам, и он с этим боролся, ему было больно и тяжело, и он переборол, и вот его великая награда. А тебе только копеечка, потому что ты боролися твои попередники, и они получили подносы, да, золото, а ты только копеечка, ты просто зберег то, что ты по наследству принял. Слава Богу, что ты не разворотился, вот тебе копеечка за это, золотое. Каже, кому дано, да, не от меня, Каже, Христос, зови справа, с левой, мать проходит, хай, мой сын, один справа, а другой с левой, не от меня зависит, от кого, а кому отцом уготовано, а кому отцом уготовано, а кому отцом уготовано, заплатить цену, поменять основание, для многих поколений, да, застроить новый фундамент, заложить, и на этом фундаменте будут строить поколения, и, они уже, кажут, вы соль земли, мы солим землю, мы хороший продукт для земли даем, мы наследственность хорошую даем на землю, зависит от нашей веры, правильного закладанного фундамента, потом все строят, потому что никто не видит, как закладывается фундамент, правда там, все видят, как дом вырос, крышу покрыли, в забор вокруг, уже красиво, уже заходят в дом, везде все сделано, какая красота, а кто-то был в лагерях, кто-то за слово Божие страдал, гнил, благословлял и гонителей, молился за своих обидчиков, закладывал основы, фундамент положил, углублялся, до камня докопался, начал строить, а строить начали дети, Давид основу закладывал, а Соломон строил, Давид говорит, я построю, а Господь говорит, нет, ты строить не будешь, ты вата крови пролил, будешь строить твой сын, и тисали камни где, в горах для храма, уже там, уже в него было понимание, этих речей, да, но батьку не дано, батьку тоже хотел построить, но, наверное, детки, я тоже хочу дом построить, но я строить его не буду, построить дети, внуки построить, строитель не буду, а что я не могу строить не быть, не можешь ты быть строителем, и мы много бы хотели сразу понять, сразу сделать, и то, что друге, но нам это не дано, кому-то дано, кому-то не дано, и вот кто-то мучается и думает, я, наверное, очень плохой, раз мне не дано, а кто-то думает, я, наверное, очень хороший, раз мне это дано, но это не того, что вы думаете, совсем не так, как мы думаем, что это вообще не так, наша жизнь, такую, как мы понимаем и дивимся, мы просто невежды верим, а когда мы начинаем понимать, в свитле Слово Божие, то ты начинаешь ложить перст на усы, как Ио говорил, однажды я говорил, даже дважды, больше не буду, лежу перст на усы, и все, что я могу сказать перед Богом, если он сказал, тогда я аминь, если я не понимаю, то просто не понимаю, если дать Бог предавремя, я что-то пойму, я пойму, а сейчас, пока я не понимаю, мы много чего не понимаем, но мы думаем, что мы понимаем, и мы внутри, мы можем смеяться, Сара рассмеялась, ты смеялась, я не смеялась, она внутренне рассмеялась, никто ж не видел, ну как, в 90-летнем может быть сын, обыкновенность женская прекратилась, как она может мать дитину, но Бог сказал, и Авраам, ну поверь в всем, Сара тоже ждала, и устала, говорит, давай поможем Богу, вот и у меня служанка, может я буду иметь дитей от нее, потому что уже время идет, а что-то ничего нету, а Бог сказал Аврааму, что будет дитя у тебя, что зерок на небе, нет детей, дети и дети возьмутся, один народился, да, по обитованию, и через него народился еще один, по обитованию, после него народился еще один, там двенадцать народились, но один был по обитованию, Иосиф, да, и главное, что, семя, какие семя, плотские, нет, семя это Христос, из поколения в поколение передается, скажи, вера, которая была в той бабке и матери, да, она в тубе, и вот это семя сохраняет, и оно постоянно здесь сохраняет, Бог рассеяв евреев по всей земле, но я их всегда бачу, где они, да, я обозреваю всю Вселенную, я бачу их, и рассеяв семя, и смешало это семя, с единственными народами возможно, но Господь бачит это семя? Бачит, а семя, это не сказано обо всех евреях, а как об одном, о Христе, и вот если нам это семя попало, в сердце, вот мы должны хранить это семя, и стараться так жить и поступать, чтобы все семя росло, и в свое время принесло плод. В чем глава? Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут, только в Господе успокаивается душа моя, поступая по заповеди, будешь иметь мир. Если бы ты внимал бы заповеди моим, то мир был бы твой, как река, говорит, идет пагуба, будут искать мира, и не найдут, беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка ведения, и не станет учения у священника, и совета у старцев. Будет время, когда здорового учения принимать уже не будут, но по своим похотям будут избирать учителей, которые в силе без слуха и от истины отвратятся, и будут верить басням. Царь будет сетовать, и князя, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки, у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путях их, и по судам их буду судить их, и узнать, что я Господь. Как не быть осужденным с этим миром? Мы можем быть осужденным с миром? Как не быть осужденным с миром? У нас с леса пересадили в садок, чтобы мы принесли плоды, чтобы мы не судили никак никого, а что молились, чтобы мы набивали природу Христа. Нас окапают, орошают, а если мы понимаем правду Божию, будем поступать по неправде, будем манипулировать, говорить одно, а делать друге, то мы лицемеры. И с нами получится, наверное, для них это и написано. Поступлю с ними по судам их, и по плодам делаю их тоже. А каже плоды, каже горькие дикие ягоды. Каже я посадил нормальную лозу, насадил, да, и ждал хорошего плода, а они мне принесли дикие ягоды. Каже, что мне с ними работать? Вот и буду работать. Люди говорят, ну, мы же святи, мы же. Вопрос в том, что называться и быть, это немножко великая разница. Да? Подав удостоверение. То есть мы моим удостоверением, но нам надо что? Соответствовать. Спасибо. Спасибо.